Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. Меня зовут Дмитрий. Я садовник и владелец личного подсобного хозяйства. Многие зрители интересуются, какие сорта летней малины я выращиваю у себя на участке. И сегодня я о них расскажу. Первый сорт, о котором я хочу рассказать, это черная малина. Конечно же, вы все знаете о ежевике. И черная малина чем-то ее напоминает. Но по вкусу ягоды гораздо вкуснее. Они очень ароматные, сладкие. Из них получаются отличные варенья. Черная малина родом из Северной Америки. Высота растения до 3 метров. Так же, как у ежевики, побеги у нее с шипами. Она достаточно колючая. Ее собирать лучше в одежде, чтобы не поколоть руки. Однако такая малина стоит выращивание. Она не только вкусная, но и очень урожайна. С одного куста можно собрать до 10 килограмм ягод. Это колоссальная урожайность. Ягода некрупная, весом 2-3 грамма. Ягоды, как у рябины, в таких небольших гроздях. По 5-7, а иногда и больше штук в одной грозди. Созревание у малины довольно растянутое. Вначале ягодки становятся красными, а затем черными. И когда вот они созреют, можно ягоду собирать. Морозостойкость у данной культуры очень высокая. Без проблем выдерживает наши зимы без какого-либо укрытия и пригибания побегов. Нужно отметить, что достоинство такой малины не только во вкусовых качествах ягод и высокой урожайности, но и в том, что эта малина не расползается по участку, как обычная красная малина. Она укореняется верхушкой. Когда молодой побег опускается на землю, из верхушки появляются корешки и образуется новый кустик. Можно регулировать образование побегов. Если побеги подвязать и верхушка на землю не опустится, значит новых кустиков не будет. А если вам нужен посадочный материал, то пусть верхушка опускается на землю, укореняется, и затем новый кустик можно рассадить на новое место. Кроме того, данная малина очень устойчива к различным заболеваниям и вредителям. Очень рекомендую данный сорт к посадке на своих участках. Попробуйте посадить данную культуру, и вы не пожалеете. Второй сорт малины, которая растет у меня на участке, это сорт летнего срока созревания «Мираж». Сорт выведен в 1976 году, однако и сейчас является очень перспективным. Ведь эта малина дает отличную крупную товарную ягоду. Высота растения 1,8-2 метра высотой. Побеги очень мощные, с хорошими гофрированными листьями. Это отличительный признак сорта. Очень сильно гофрированные листья. Ягода очень крупная, весом до 10 грамм. По размеру может быть почти как грецкий орех. Ягода не только сладкая, но и очень ароматная, почти как лесная малина. Урожайность этой малины высокая благодаря большому количеству ягод на веточках. На одной веточке может быть до 20 больших сладких ягод. Сорт этот среднего-позднего срока созревания. Созревание начинается обычно в конце июля и может длиться до середины августа. Урожайность данного сорта 4-6 килограмм с одного куста. Этот сорт очень морозостоек, выдерживает морозы до минус 27 градусов. В условиях Беларуси может расти без пригибания побегов и без укрытия. Но в более северных регионах, где морозы могут быть более 30 градусов, все-таки этот сорт лучше на зиму пригибать, либо делать какое-либо легкое укрытие. Тогда точно урожай у вас будет. Третий сорт малины, который растет у меня на участке, это сорт «Желтый гигант». Сорт выращивается в питомниках с 1991 года. Этот сорт завоевал большую популярность среди садоводов благодаря аромату, вкусу и размеру ягод. Ягода данного сорта желтая и очень крупная, весом до 8 грамм. Побеги также очень мощные, высотой до 2 метров. Куст достаточно устойчив к различным заболеваниям и вредителям. Урожайность этого сорта также высокая – 4-6 килограмм ягод с одного куста. Нужно отметить, что ягода очень сладкая и ароматная. В период полного созревания она приобретает красивый янтарный оттенок. Данный сорт достаточно зимостоек, выдерживает заморозки до минус 25 градусов. В условиях Беларуси может зимовать без пригибания побегов и без укрытия. Если ваш участок в более северных регионах, то, конечно же, побеги лучше пригибать. Тогда они хорошо перезимуют, не будут подмерзать и дадут хороший урожай. Данная ягода не только вкусная и ароматная, но еще и гипоаллергенная, благодаря своему желтому цвету. Такие ягоды спокойно можно давать детям, не опасаясь, что у них будет диатез. Данный сорт имеет массу достоинств, но имеет один лишь недостаток – такая ягода не очень транспортабельная. Ее лучше сразу сорвать с куста и употреблять в свежем виде. Все данные сорта, которые растут у меня на участке, продаются также в нашем интернет-магазине. Вы также можете приобрести эти сорта и выращивать у себя, собирать хороший урожай. Ссылочка на наш интернет-магазин под роликом в описании. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч!